На традиционный парад участников перед началом фестиваля выходят команды 2004 и 2005 годов рождения. Хозяева в лице спортивного клуба «Мусон» представлены двумя юношескими коллективами и одним девичьим. Составить им конкуренцию прибыли гости из Москвы, Иркутска, Тулы и Курска. Этот праздник мы планировали еще с прошлого года и Федерация баскетбола откликнулись на наши предложения. И решили провести мини-баскетбол впервые в Севастополе. Фестиваль мини-баскетбола в России проводится уже более 20 лет и наш президент Федерации баскетбола Кириленко, он также участвовал, начинал свой баскетбол именно с такого фестиваля, который проходил в Анапе. И мы выбрали специальную дату, приуроченную Дню города. Я, кстати, поздравляю всех жителей города с Днем города. Атмосфера замечательная. Действительно, это праздник, праздник спорта, праздник детства, праздник молодости. Первый российский фестиваль мины баскетбола, я считаю, удался. Я желаю всем участникам интересных встреч, интересных поединков, общения с городом, новых друзей. К баскетболу отношусь замечательно. Очень люблю в свободное время побросать в корзину мяч. Фестиваль проводят не по баскетболу, а по мини-баскетболу. Так называются соревнования исключительно для ребят в возрасте до 13 лет. Здесь и формат встреч сокращенный, и мячи меньше по размерам. Инициатором проведения подобных состязаний по всей стране традиционно выступает московский клуб мини-баскет. Мы давно мечтали провести праздник такой большой для детей в Крыму. Потому что работая тренером команды премьер-лиги, мы делали сборы в Алушке. В Крыму нам очень нравилось. Я очень много наслышан о том, как Владимир Плотко создал здесь «Меху спорта». И нам тоже захотелось поучаствовать здесь, в этих соревнованиях. Кроме проведения обычных баскетбольных матчей, где в состав команды входит 5 игроков, фестиваль состоит из множества конкурсов. Один из них – «Американка», где юные игроки проверяют точность штрафных бросков. Кроме того, игры проходят в формате 3 на 3 и даже 1 на 1. Специалисты отмечают, такие элементы игроки зачастую отрабатывают на тренировках. Поэтому эти конкурсы очень полезны перед матчами. В планах у организаторов проводить подобные всероссийские фестивали именно в нашем городе и увеличить количество участников спортивного праздника.